Всем привет! Сегодня я вам расскажу и поделюсь своим опытом перехода с моего мозга SS3D прошивки LibrePilot на новый полетный контроллер с чипом F3 и прошивкой Betaflight. В общем-то я вам так расскажу, что захотел я перейти на новый полетный контроллер. Чип я выбрал F3. Также под мои критерии подходило то, чтобы на этой одной плате была встроенная OSD. Такую плату я нашел в магазине Banggood. На момент покупки она стоила больше 40 баксов. То есть я за эту плату отвалил 40 бачей. Там 43 или 45 долларов я уже точно не помню. Здесь идет уже встроенный барометр и компас. Барометр и компас я брал для того, чтобы можно было бы подвесить GPS. И допустим полетами над водой, если при потере сигнала он хотя бы зависал на месте и не падал ко мне вниз прямо в воду. Какое же было мое разочарование, я не смог настроить OSD на этой плате. Сначала я думал, потому что у меня руки из одного места растут и я просто не смог ее настроить. Однако, подсчитав сорубежные форумы и поговорив с некоторыми людьми, кто уже заказал себе точно такую же платку, ни у кого из них не получилось ее настроить. Нет, конечно, из коробки она летает, никаких проблем нет. Как видно сейчас на картинке, OSD полностью показывает правильно, все данные выводят. Однако, убрать лишнее с экрана у меня не получалось, так как я не смог подключить отдельно плату OSD к... И программу MU OSD не видела саму OSD. В дальнейших каких-то манипуляциях, которые я смог найти в интернете, я ее в итоге просто убил. Нет, сам полетный контроллер летает, никаких вопросов нет, меня все устраивает. Однако, ради той же самой OSD я и покупал вот этот полностью полетный контроллер за 40 баксов, он в итоге не работает. Вот такое вот красивое разочарование. Так, по поводу перехода с SS3D на новый полетный контроллер с чипом F3. Мои ощущения такие. Когда я залил прошивку Betaflight и настроил под себя полетный контроллер полностью, я вам так скажу, что коптер с SS3D и коптер мой с новым полетным контроллером, это совершенно разные устройства, абсолютно по полету. Раньше, когда я летал на SS3D и прошивке LibrePilot, у меня были какие-то детские болезни. Например, его иногда могло просто трясти, его заносило на поворотах, либо я даже не мог справиться и настроить правильно ПИДы. Где-то были какие-то косяки в этой прошивке. Однако, когда я залил просто Betaflight, немножко поднастроил под себя, все, он просто стал летать, можно сказать, идеально. Никаких проблем и таких детских болезней уже нет. Я долго сопротивлялся и не желал переходить на новый мозг с чипом F3, и говорил, что вот зачем, коптер и так летает. Однако, я очень сильно ошибался. Так что, если вы думали, стоит ли переходить с SS3D на какой-то другой полетный контроллер более мощный, я вам однозначно говорю, да. Если вы сейчас летаете на SS3D, и вы не хотите покупать новый полетный контроллер, хотя бы залейте сюда прошивку Betaflight. Вы действительно увидите разницу в полете и по его настройкам. Ссылочки в описании я оставлю на полетные контроллеры на новые. Там будет с чипом F3 и F4. Выбирайте, что вам больше понравится. Этот полетный контроллер я вам не рекомендую. Здесь есть свои косяки в плане настройки OSD. Я сомневаюсь, что выйдет какая-то альтернативная прошивка, где будет это исправлено. Можно сказать, что наполовину я доволен. Нет, в плане полета этот контроллер очень мне нравится и прошивки, которые в ней залиты. Всем спасибо за просмотр. Если для вас было полезно это видео, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.